С того дня, как привезли новенькую, Потапыч почти не ест. Изменения в поведении Велесовского сторожила можно, конечно, объяснить переживаниями по поводу ее состояния. Но нет, все гораздо интереснее. Медведица, освобожденная после семи лет рабства, демонстрирует такую силу и такую волю к жизни, что запугала всех самцов поблизости. Ее гималайский сосед Миша вообще из берлоги почти не показывается. Новенькая Тоня выглядит, конечно, пока не очень, что неудивительно, учитывая в каких условиях она жила прежде. У предыдущего хозяина были весьма своеобразные представления о правилах содержания животных. Например, он не убирался в клетки у медведицы, считая, что физиологическая органика согревает зверя зимой. Насколько он был неправ, сказала сама медведица, когда ей принесли ведро воды, первое, что сделала Тоня, вымыла лапы и морду. Что важно, медведица сотрудничает с ветеринарами и волонтерами, активно двигается, это улучшает ее обмен веществ. И еще она ест все, особенно любит тыкву. Говорят, если так пойдет и дальше, очень скоро Тоня станет настоящей красавицей. Сейчас у зверя пройдет весенняя линька, в процессе которой вот эти следы нечистот и пищевых компонентов, которые засохли на шерсти и коже, они будут удалены вместе с зимней шерстью, вырастет новая красивая блестящая шерсть. Но есть тема, которой ветеринары сбегают из суеверия. Будущая операция. В день освобождения врачи достали из шеи медведицы одну цепь, вторая вросла вплоть на глубину около трех сантиметров. Металлический ошейник рассекли, чтобы, набирая вес, животное не задушило само себя. Однако тогда убрать очаг воспаления не смогли. Как только Тоня окрепнет, ее прооперируют снова. Тем временем от ее тюрьмы скоро не останется и следа. Грязные сараи и клетки из могильных оградок уже снесены. Остальное сравняют с землей при помощи трактора до 1 апреля. Началась обещанная зачистка. Районная станция по борьбе с болезнями животных обратилась в прокуратуру, администрацию сельского поселения, областное управление ветеринарии, чтобы получить разрешение на ликвидацию зверинца. Его хозяин Александр Воронковский получил что-то вроде черной метки ветеринарных служб. Ветеринарная служба, подвездочные учреждения, районная ветеринарная станция, также начальники, заместители, эпизотологи, значит, они информированы в случае выявления, появления вот таких вот животных, немедленно информировать в управлении ветеринарии, в случае необходимости в полицию, а при, естественно, грубых нарушениях и надзорные органы. О каких животных идет речь? О тех, кого тогда не успели вывезти зоозащитники. Кролики, лошади и козы. Последних, по некоторым сведениям, Воронковский тайно переправил в Петербург. И снова с нарушениями, так и не оформив никаких ветеринарных документов. Так что не исключено, что новая грязная тюрьма для зверей появится где-то в другом месте. Юлия Васильева, Всеволод Киселев, Александр Глебов, Александр Горохов. Вести Петербург из Ленинградской области.